Первое табло установили на остановке «Золотые ворота» со стороны драм-театра. Сейчас их уже 25. Проспект Лень на площадь Победы, Центральный парк и многие другие остановки стали умными. Дата, время, температура окружающей среды, а главное время до прибытия нужного автобуса. Все это в режиме онлайн можно узнать благодаря таким электронным таблицам. Мнение жителей города насчет их установки неоднозначно. Очень удобно. Мне вот удобно. И время посмотреть, и в то же время еще посмотреть, когда автобус или троллейбус подойдет. Ну, наверное, для гостей города полезно. Кто город не знает, а кто город знает. В принципе, мы, наверное, все знаем, как транспорт входит. Поэтому, я думаю, что не очень полезно. Наверное, это дорого. Городской бюджет не потратил на их установку ни рубля. Информационные таблички установили за счет компании, которая обслуживает остановочные павильоны. Первое время таблицы находились в тестовом режиме. Принцип работы прост. Сигнал с сим-карты в автобусе идет на информационный сервер, который, в свою очередь, распределяет информацию на каждую остановку с электронным таблом. Но в системе случались сбои. Например, когда на сим-карте в салоне пропадала связь. Сейчас такое происходит редко. Устранили и другие несовершенства. Возникают вопросы, когда подвижной состав с одного маршрута, или, вернее, не с одного маршрута, а, например, съезжает по какой-то технической неисправности или по чему-то еще, и выставляется другой маршрут. И иногда диспетчерские службы, но это сейчас тоже мы устранили недостаток. Это в начале, когда тестировали режим, были такие случаи. То есть, не своевременно выставляли, забивали эти данные в систему. Сейчас такие случаи уже сведены к нулю. Сейчас работа электронных табло полностью налажена. Отставание автобуса от времени прибытия, указанного на электронном табло, даже в часы пик, не превышает 45 секунд. До 1 мая установят еще 25 таких табло. В планах на будущее оснастить все 405 остановок областного центра. Продолжение следует...